И по этому пути шли. И Господь говорит, я, ясен, путь истины и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Хорошо. Да. 14, 6, Евангелие от Иоанна. Хорошо. Господь восхоронить. Так. Мы же с вами уже разговаривали. На YouTube. У нас очень большой канал. Там многое найдете. Как деревню строим православную. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Зарядите, и сразу вам откроется. У нас там 14800 роликов. Мой брат смотрит ваш канал. Да вы что? Да. У нас много там. А если выйти на сайт через Google, то там еще больше. Я не хочу показывать на камеру. Ввиду того, что, наверное, снимают, я... Он байкер способен. Так. Может, у вас какие вопросы есть? А, вы будете как франкер, что ли? Так. Повторите. Видеознаписи и разговаривает. Очень хорошие действиями занимается человек. Проповедник. Вы большой молодец. Мы богославим. Мы богославим. Что он сказал? Какой динаминации? Какой динаминации? Мы православные. Динаминации нету. Это сатана прикрыл динаминации, конфессии двумя словами. Слово «Ересь». Это еретики так называют себя. Мы православные. Церковь. А это еретики. Динаминация, конфессия. Этих слов в Библии нету нигде. Да и что мне скажите. У меня, короче, бабушка. Ну, ее сейчас нету в Царстве Небесном. Она всегда говорила, типа, ты не православный. И типа, молокан. Это что такое? Ну, молокане. Это где-то там они на Капказе живут. Молочная река называется. Или от того, что молоко едет в пост. Они все пытаются духовно понимать. Если говоришь, надо крещение принимать, они говорят, что без крещения. Крещение – это слово, которое говорим. Еретики. Я понял. Их называют еще Духоборы. Короче, все еретики, кроме православных, да? Да, мы православные. У нас и Библия православная, и здания. Храмы. Вот сейчас через неделю Пасха будет. Сходите в храм, помолитесь. А я всегда хожу. Ну, не каждый день. Кстати, вопрос такой. Вот смотрите, у нас в Ставропольском крае у нас батюшка поменялся. То есть раньше у нас церковь православная, Любовь, да, в нашем городе. Ага, давай, славяк, давай. Мы могли прийти, в любое время нам открывать. Что-то тихо, у вас микрофон далекий или еще? Почему так плохо слышно-то? А я с ноутбука на работе, поэтому. Сейчас меня хорошо слышно? Да, получше маленько. Смотрите, раньше тут был батюшка другой в нашем крае Старопольском. И вот как он поменялся, у нас теперь все в церкви закрываются в 6 вечера. Они опечатывают вот эти двери. Соответственно, ты уже не можешь после 6 вечера, ближе к 7, попасть мне. Раньше я мог прийти и в 9 вечера, и в 8, и в 10 вечера, и в час ночи. Меня всегда пускали. Когда я просто ехал, мог зайти. А нечислились я почему? Раз закона? Да я не знаю, что он храм запирает рано. Да, закрывать в 6, в полу седьмого вечера. Ну, раз служба отошла, служба прошла, богослужение, он и закрывает. Раньше так же было, но раньше я приезжал, мне открывали всегда, и в 9, и в 10. Нельзя открывать, нельзя. Опечатывают. Нельзя, у нас тут один открыл в туре, а он Кришнаид назвался-то. Он его электрод заточил и ударил в горло, потом голову отрезал, в алтарь зашел и на престол бросил. Ну, вы мне скажите, зачем это так сделали? Потому что сатана, а это Кришнаид, а это сатанисты. А этот, которого зарезал, он не романах, священник, Яковлев Геннадий Михайлович. А? Что у меня пускали одного, я могу добиться или нет? Не, зачем вас пускать-то? Уже все ушли, дверь заперта, не за чем туда идти. Я понимаю, вот у меня рабочий день, я не могу быть до 8 вечера, я могу только после 8 вечера. Ну, все, другой раз придите, когда сможете, подменитесь. Еще ради один, это не в одном производстве нет, чтобы разошлись и кому-то отдельно открывать. Вы что говорите-то, это совсем не годится. Раньше так можно было, я... Неправильно. Вот я в чем говорю? Он неправильно делал, он не имеет права открывать. Просто он, любая церковь, я в любую ездил по нашему городу, и всегда охранник, который меня знают все, я приходил, мог, знаете, на полчаса, на пятницу свечку за 7 поставить. А сейчас у меня такой график, что я не могу работать. Ну, я не знаю, не видал, чтобы служба кончилась и было открыто, кому хочешь. Да что это такое-то? Это нигде нет, ни в конторе, ни в администрации, ни в прокуратуре, ни в КГБ, нигде. Я понимаю, что сейчас нету, но раньше так можно было, понимаете? Неправильно. Это церковь, он мог всегда прийти, и даже всегда открыть дверь. Ну, в общем, мы повторяем уже пятый раз одно и то же. Я говорю, неправильно это дело, это человек погиб, открыл дверь, его зарезали. Ну, получается, причина какая? Из-за вот этого... Так, все, я отхожу уже сейчас с Богом. Вопросов больше нет у вас, да? Есть. Ну, давай тогда, а то я уйду. Вы домой уже, а нет? Ну, что? Ну, вы по делам уходите? Ну, по делам, у меня другие дела тут есть. Я уже давно тут сижу. Да. Давайте вопрос. Обще вы мне помочь в этом не можете. Здравствуйте, я хочу вам просто выразить огромную благодарность за вашу деятельность. Спасибо, Христос. Слава Богу. У нас большие ресурсы, очень даже. Спасибо. Мы смотрим ваш канал. А вы кто по нации будете? Я армянин. Армянин. У нас в Москве армяне крещение принимали. Я приехал в Москву, и они как раз расспрашивали. Там одного звать, кажется, как-то Аран, кажется, что-то такое вот. Два брата приняли православную веру. Хорошие ребята. Один. В общем, вы помочь ничем не можете. Вы только можете так. Понимаете, совсем плохо слышно-то. Ну, что у вас там такое? Вы мне не помогли с моей просьбой. Так, говорите. Я говорю всего доброго, спасибо за уделенное время. А у нас говорят не спасибо, а спаси Христос. Спаси Христос. О, всё. Дай Бог крепкого здоровья. Спаси Христос. Ну, с Богом. Заходите на наши ресурсы. Там всё есть. А если надо в скайп побеседовать, вспомните. Зайдите в скайп Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Игнатий Лапкин. По скайпу. И мы... Хорошо. Там любые вопросы зададите. Ну, с Богом. С Богом. Храни вас Господь. Пасха, Пасха. Пасха будет. Ну, вот, у нас осталась неделю ещё с лишним. А, вот так точнее, да. Тогда знаю. А у вас дома такая книга есть? Да, дома такая книга есть? Ну, подскажите, я не могу разобрать. Библия. Библия. А, есть. Библия. Есть, да? Есть, да? Понятно. Понятно. У вас храмы там открытые? У вас храмы там открытые. Ну, в смысле, у нас это где? В Белоруссии. В Белоруссии. А, да, храмы открытые. Ну, не знаю, не круглые сутки, может. Мы там были. А вы от Минска далеко живёте? В Минске далеко живёте? Могилёв. Могилёв? Ну, 300, 300 там километров, а может, немножко меньше. Да мы проезжали с миссионерской поездкой, и в Могилёве, в Минске, там, в библиотеке 38 моих книг. 38 моих книг. Ага. Понял. Вот так. Так. Вот так. Ну, хорошо. Хорошо, здорово. Вы можете зайти на наш Ютуб-канал. Он называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Да, «Во свете Библии». В Ютубе канал. Понял, понял. Понял, понял. Вот зарядите «Во свете Библии». «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Хорошо. Вот там всё найдёте. Вот там всё найдёте. Там очень богатый материал. Очень богатый материал. Хорошо, хорошо. Ну, всё, у вас вопросы какие есть ко мне? Вопросы какие есть ко мне? Нету пока. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Как ваша жизнь? Милостью Божией. Ожидаем Пасху Христову через неделю. А, понятненько. А у вас есть такая книга дома? Какая? А, нет. А в ней как раз сказано всё. Как люди были сотворёны Богом. Как Христос приходил на землю, умер за грехи людей. Как надо жить, любить Бога, ближних. У вас храм-то есть там в церкви? Да, есть. Ну, вот можно купить книгу, даже не полную, хотя бы Новый Завет, Евангелие. Чтобы волю Божию познавать. Неплохо. У вас, если есть возможность, можете зайти на наш канал. У нас очень большой канал. Он называется «Во свете Библии». Ну, я посмотрю обязательно. Да вы берите сейчас, смотрите, а то забудете. «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Добавить Игнатий Лапкин. Это мои фамилии и имя. Это очень большой YouTube. А если эти слова подставить, слово «сайт» к сайту, он и откроется наш сайт. Очень большой. У вас вопросы какие-нибудь есть о душе, о вечности, как жить, по Слову Божьему? Нет. Нету, да? Нет. Если у вас будет нужда по скайпу зайти, то зарядите Игнатий Лапкин. По скайпу меня сразу найдете. Угу. Хорошо. С Богом. Слава тебе. Спасибо. Мы верим в Бога, Иисуса Христа и ждем Пасху. Через неделю будет воскресенье Христово. Да. Это хорошо. Ну, конечно. А у вас дома вот такая книга есть? Нету. Нету? Так вы можете купить в храме, даже если не полностью, а Новый Завет, это было бы здорово. Вы считать бы стали, волю Божью познавать, как Господь любит детей, как умер за грехи всех людей Христос и на третий день воскрес из мертвых. Спасибо. У вас там православная-то есть в церкви? Нет. Ну вот, с родителями можете пойти. В субботу вечером там богослужение уже будет праздничное, а в 12 уже и врата откроются, Христос в воскресе петь будут. Но у нас большой YouTube есть. У нас очень большой канал. Канал можете найти. Канал называется «Во свете Библии». Вам слышно? Да. «Во свете Библии» зарядите канал, напечатайте «Во свете Библии». А потом добавьте «Игнатий Лапкин» и вы найдете. Хорошо. Вот там. Какие у вас вопросы будут, если желательно узнать о душе больше, вы можете по скайпу на меня выйти. «Игнатий Лапкин». Я там один с этой фамилией. Хорошо? Хорошо. Вот. Вам наказ только скажу. Когда бываете где, никому в гости не заходите. В чужие дома. Нищи машины, не садитесь. Потому что много детей теряются. Себя берегите. А из дома выходите, перекрестите, скажи Пасху Христу. Через неделю будет воскресенье, Пасха Христова. Ну да. Если есть храм, можете в храм Божий зайти. Знаете, да? А у вас такая книга есть дома? Библия. Отсюда вы узнаете, как Бог сотворил человека. Как люди согрешили. Как Сын Божий Христос родился, умер за грехи людей. Чтобы люди, веруя в Него, исполняли святые заповеди. Любить Бога и любить ближнего. Если вы хотите больше узнать, зайдите на наш канал в Ютубе. Называется «Восвете Библии». А вы зарядите сейчас, сразу найдете. «Восвете Библии». И рядом добавьте Игнатий Лапкин. Я говорю, я читал. Попробуйте. «Восвете Библии». Я говорю, я читал. У нас 14 800 роликов там. Своих. Как мы деревню православную восстанавливаем. Мы, православные проповедники, пришли в эту яму греха, щатрулетку, чтобы людям рассказать о Боге, о вечности. А вы знаете, что я не верю в Бога? Искренне, да. Нет, не верю в Бога. Это бесполезно. Мы это же... Вы можете зайти на наш канал, видеоканал, и увидите там... Я знаю, знаете, как вас называют этими? Он называется... Егавы. Мы егавы, да? «Восвете Библии» называется. Мы православные христиане. Мы егавы. Вы просто плешь придаете егав. О, безбородый. Все смешно. Если вас... Безбородый. Потому что безбородый. Потому что в Бога верующий никогда не будет трогать бороду. Это Бог дал ее. Это ваша власть над женщиной. Чтобы не быть подкаблучником. Бороду трогать не надо. Все, я понял. Мотаю на ус. Да, а их нету софта. Куда мотать-то? Сбрел. Вот что сделали люди, главное. Господь сотворил человека, дал такой образ. Борода скрывает, и зимой никогда не простывает грудь. А люди бреются каждый день. Почему? Потому что они верят в Бога. Ты посмотри в церкви на иконы. Безбородых никого нет. Христос с бородой, пророки, апостолы. Ну да. Ну да. А вы посмотрите. Даже так, просто. Фридрих Энгельс. Слышали такого? Слышали. А ближе его Карл Маркс. Борода поменьше. А вслед за ними и Ульянов. Борода клинышком. А вслед за ними Сталин. Одни усы. А вслед за ними Хрущев. Даже на голове нет еще. Все верно. У вас дома такая книга есть? Есть. Есть, значит. Вы знаете, что тут написано? Ну, не совсем. Ну, что через неделю Пасха будет, это знаете? Да, все верно, знаем. Радовница и Пасха. Все эти праздники мы знаем. А как на Пасху приветствуют друг друга? Христос воскрес. А отвечают? Воистинно воскрес. Правильно. Если вы хотите больше знать, зайдите на наш видеоканал. Он называется «Во свете Библии». Я сейчас запишу. Давайте, запишите. Да вы можете набрать сразу. Мне неудобно. У меня телефоны зарядки. Ну, ладно. Во свете Библии. Два слова. А потом напишите «Игнатий Лапкин», чтобы открылась наша. И «Игнатий Лапкин». У нас там 14800 роликов наших. Обязательно зайду посмотрел. Да, там море. Как мы православную деревню с нуля строим. Какие отношения, как в церкви молятся, какие люди. Это Барнаул. Мы из Барнаула. Алтайский край. А я из Белоруссии. Могилевская область. А я вижу, тут написано. А далеко вы живете от Минска? От Минска мы живем... Я вот сейчас рядышком, если Минска, лезть сюда привез, с Борисовым. От Минска мы живем 300 км. А Могилев далеко от вас? Могилев 100 км от нас. Дело в том, что в этих городах мы ездили с миссионерской поездкой. Я подарил им свои 38 томов книг. Там вы можете взять и посчитать. Мы прошли от Тихого океана до Атлантического. От Владивостока до Лиссабона. Прибалтику и Скандинавию захватили. Турцию. И подарили 650 городов и районных центров. По полному комплекту. На 35 миллионов рублей. Подарок сделали. Нормальный подарок. Да. Книги видели в библиотеке у Путина. У Патриарха. Книги очень редкие. Очень редкие. Все ясно. Если вопросы у вас какие-то будут, вы можете нас по скайпу найти. Зарядить Игнатия Лапкина. Сразу по скайпу найдете. Все я понял. С этой фамилией я один только там. На весь интернет. Вопросы есть какие? На данный момент пока нет. Ну тогда расстаемся с вами. Все, да. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.